Сегодня на базе 15-го детского сада Кызыла открылась служба ранней помощи для детей с расстройством аутистического спектра. В дошкольном образовательном учреждении на данный момент обучаются около 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях социализации и дальнейшей адаптации к полноценной жизни детей с ОВЗ в регионе, в частности в Кызыле, детский сад принимает детей возрастом полтора года вплоть до семи лет. Мы глубоко убеждены, что ранняя коррекция и диагностика детей с проблемами в развитии, в частности с расстройством аутистического спектра, поможет в будущем успешной и эффективной работе специалистам и успешной социализации данных детей. Воспитанники службы будут изучать навыки и нормы поведения в определенной ситуации, а потом учиться применять их в жизни под присмотром воспитателей или родителей. Также здесь с детьми будут лично заниматься такие педагоги, как психологи и логопеды. Все успешные люди, а это уже доказано, имели и имеют главный талант – талант общения. Одно из важных приобретений детского возраста – это речь. К трём годам уже заканчивается формирование речевых зон, и после трёх уже поздно. Так называется книга японского исследователя Масару Ибука, которая утверждает, что развивать ребёнка нужно буквально с момента его рождения. Одна из главных задач службы ранней помощи – рассказать о данной проблеме как можно больше. Потребность в такой терапии, по оценке медиков, нужна для здорового ребёнка. Помимо всего прочего, на базе службы ранней помощи планируют проводить и обучающие занятия для детей с УВЗ и их родителей, направленных на развитие памяти, мышления, логики и мелкой моторики. Сейчас на данный момент мы находимся в сенсорной комнате. Сенсорная комната предназначена для развития детей эмоционально-волевой сферы. Сенсорную комнату посещают детки как трёх-четырёх лет, так и дети старшего дошкольного возраста. Каждое занятие у детей с трёх-четырёх лет проходит по 15 минут два раза в неделю, а дети старшего дошкольного возраста по 20-25 минут два раза в неделю. Сегодня открывшаяся в 15-м столичном детском саду служба ранней помощи – одна из первых во всём регионе. Всего по республике около 700 детей с ограниченными возможностями здоровья и 128 детей-инвалидов. Продолжение следует...